здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок сегодня мы поговорим с вами о подкормке рассады выращивание рассада является чрезвычайно популярным приемом получения ранней продукции будь то овощи или будь то цветы а в отношении многих растений таких как баклажан перец или поздние сорта томатов в умеренной зоне получить урожай без выращивания рассады практически невозможно посев рассады ну не представляет из себя какой-то слишком сложной трудности и мы говорили с вами о том как сеять рассаду как как семена готовить к выращиванию рассады ну и как же определить нуждается ли наша рассада в подкормке какую подкормку лучше всего использовать дело вот в чем что после того как рассада была распекирована до того момента пока корни не прорастут в полной мере ком земли в которой мы посадили подкормка такой рассаде практически не требуется и можно сказать что она вообще не требуется в том случае если земляная смесь грунт были подготовлены должным образом так как необходимо а именно была дана хорошая заправка удобрений ведь корни проникая во все участки этого кома земляного получают все необходимые питательные вещества и если мы будем перенасыщать рассаду минеральными питательными веществами это ни к чему хорошему не приведет рассада будет перерастать ее развитие может ускоряться а при недостатке света тепла или дисбалансе между светом теплом и минеральным питанием мы получим ненормальный рост рассады она может вытягиваться излишне если не хватает света и много тепла либо ее рост может задерживаться ну а если питание слишком много а температура достаточно низкая то это может оказывать повреждающее действие на корни рассады в силу того что растения не могут своевременно использовать из кома земли минеральные вещества их концентрация там увеличивается соответственно это будет повреждать корни вообще о том что рассада требует какой-то подкормки она вам сигнализирует признаки недостаточности тех или иных элементов питания у растений достаточно хорошо известны и если вы наблюдаете межжилковый хлороз или хлороз вдоль жилки или бледность листьев или какой-то ненормальный рост связанный с недостатком тех или иных элементов питания в этом случае конечно же необходимо подкормка но подкормка должна быть сделана таким образом чтобы растения получили именно те питательные вещества которые ему необходимы если она голодает из-за недостатка железа скажем если мы посадили растение слишком кислый торф а мы будем его накачивать азотом ничего хорошего из этого не получится поэтому знание признаков голодания рассады является чрезвычайно эффективным в части определения каких же не хватает элементов питания что же касается поддержания рассады поддержание легко доступными питательными веществами ведь грунт зачастую может содержать много элементов питания но эти элементы питания находятся в недоступной форме и вот для того чтобы поддержать рассаду и обеспечить ее в моменты быстрого роста всеми необходимыми питательными веществами в этом случае можно использовать очень сильно разбавленные растворы минеральных удобрений которые содержат фосфор азот и калий в примерно в одинаковых долях потому что в моменты активного роста эти вещества необходимые растениям примерно в одинаковом количестве хотя конечно в зависимости от вида растения может быть больше необходимо азота а уже у подросшей рассады ей может понадобиться больше калия но обычно универсальные жидкие удобрения содержит еще и набор микроэлементов которые вполне обеспечивают нашу рассаду всеми необходимыми веществами для того чтобы быть уверенным что у нас нету передозировки нам необходимо использовать только очень разбавленные растворы при каждом поливе растений для этого нам необходимо взять примерно в пять раз меньше удобрения чем это рекомендуется производителям и использовать такой раствор при каждом поливе кроме того у меня например есть свои секреты как подкормить рассаду чтобы она точно не нуждалась не в микроэлементах не в каких-то элементах питания дело в том что при пикировке или при посадке в ящике в сам грунт мы можем добавить пролонгированное удобрение и это не какое-то супер удобрение которое можно купить за большие деньги или какая-то там супер новинка это не что иное так обыкновенный горох самый обыкновенный только не используйте семена гороха потому что они могут зайти у вас горшки а нам необходимо чтобы это был горох который будет медленно но верно разлагаться под действием почвенной микрофлоры в том грунте куда мы посадили нашу рассаду использовать это средство чрезвычайно просто нам необходимо взять вот на такой вот горшочек здесь примерно 100 миллилитров земли буквально десяток половина гороха это обыкновенная гороховая крупа и если мы это не сделали при подготовке почвенной смеси просто пальцем внутрь туда в зону роста корней заделать примерно десяток таких вот горошин дело в том что горох относится к бобовым культурам и в своих семидолях содержит значительное количество белка количество белка в горохе может достигать 20 и более процентов это является превосходным источником азотного питания для наших растений а кроме того массы микроэлементов которые семена гороха для обеспечения своих проростков накопили в своих семидолях кроме того здесь содержится достаточное количество углеводов углеводы поддержат микрофлору нашей почвы и будут обеспечивать благоприятные условия в зоне роста корней растворяя фосфаты обеспечивая азотфиксацию и другие процессы в почве которые помогут нашей рассаде развиваться должным образом я надеюсь что вот этот простой совет поможет вам выращивать только здоровую рассаду которая не будет голодать и у нее никогда не появятся какие-то симптомы дефицита элементов питания я рад помогать вам советами практическими советами в нашем общем огородном деле рад вас видеть на нашем канале поэтому подписывайтесь на наш канал будьте с нами не пропускайте наши выпуски нажимайте на колокольчик и до новых встреч субтитры создавал DimaTorzok